Друзья, всем привет! У Xiaomi что ни один, то новый хайп. Разработчики выпускают новую версию HyperOS, на которую даже не было и намека. А также стало доступно обновление одного приложения, которое реально улучшит анимации твоего Xiaomi. Интересно? Тогда присаживайся поудобнее и мы начинаем. Разработчики выпускают довольно-таки интересное обновление HyperOS 1.5. При этом от планов по выпуску HyperOS 2.0 они не отказались. Все остается в силе на октябрь-декабрь этого года. Но что же собой представляет HyperOS 1.5? Во-первых, следует сказать, что новая версия будет доступна для ограниченного количества смартфонов. Для всей линейки Xiaomi 14, Redmi K60 Ultra и Mix 4. Как вы поняли, что у этих всех аппаратов процессоры уровня Snap 8 Gen 2 и Dimensity 92.00. Разработчики таким образом решили разделить аппараты на условно мощные и нет. И как вы уже наверное поняли, то аппараты с уровнем Snap 8 Gen 1 и ниже не получат HyperOS 1.5. Но хорошо, мы разобрали с вами касательно аппаратов, которые попали в избранные, скажем так. Но что же может дать новое обновление? Из полного списка изменений я лично смогу выделить такие пункты. Это улучшение работы анимации оболочки, улучшенная предварительная загрузка и запуск приложений, новые виджеты, а также общие фиксы, которые связаны с системой, исправление уведомлений, открытие файлов, ну и так далее. И из этих пунктов можно, я думаю, выделить именно улучшение работы анимаций и ускорение открытия приложений. Как заявили разработчики, то они поработали над улучшенной предварительной загрузкой приложений, что в свою очередь позволит ускорять запуск приложения. Весь этот процесс будет обеспечивать оптимизированную стратегию анимации запуска, при этом уменьшая задержку именно открытия самого приложения. Также еще они упомянули за оптимизированное восстановление системных ресурсов, то есть будет наблюдаться повышенная плавность работы приложений при переключении между ними. Ну и также еще было сказано про улучшенную работу памяти, но тут уже нужно будет смотреть по факту. И теперь вишенка на торте, изменения по части анимации и открытия приложений можно получить путем обновления всего лишь одного стокового приложения, системной оболочки или по простому лаунчера. Но тут также есть свои нюансы, работать будет только на смартфонах Xiaomi и Redmi, если у вас установлена версия 4.39.15, то ее нужно будет откатывать, при этом делая резервную копию значков, чтобы потом их можно было восстановить. Ну и об этом всем я указал в нашем телеграм-канале, ссылка на пост будет в описании, где вы и сможете скачать это самое обновление и почитать дополнительную информацию. Сразу же также хочу сказать, что если у вас, к примеру, не было анимации выхода из приложения, то они и не появятся. Изменения вы просто прочувствуете именно в открытии приложений и их анимации. Подведя итог могу отметить следующее, компания активно тестирует новые решения, а также хочет улучшить свою новую старую оболочку. Пока что идет все по относительному плану. В любом случае все самые интересные фишки разрабы реализуют только в HyperOS 2.0, о которой я уже кстати рассказывал на канале, потому если будут интересны эти видео, в описании также их оставлю. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok